Каждый четвертый участник опроса любую свободную минуту времени готов дарить своей семье, восполняя то ценное, что теряется в будничной суете. 14% респондентов излишек свободного времени посвятили бы любимому делу, а 2% занялись садоводством. 9% проголосовавших еще больше углубились бы в рабочую среду и придумали бы новые способы заработка. Удивительно, но одинаковое количество голосов по 8% набрали совершенно противоположные варианты. Одни респонденты предпочли потратить свободное время на физическое развитие и занялись бы спортом, другие, напротив, ничего бы не делали. Наименьшее количество проголосовавших призналось, что от избытка свободного времени умерло бы от скуки. И все же большинство телезрителей потратили бы заветные часы свободного времени на путешествия. Путешествия – очень такой важный аспект. Познать мир, посмотреть. Были в Египте, хотелось бы еще куда-нибудь съездить. Съездила бы куда-нибудь, попутешествовала, но нет таких средств. Конечно, куда-то бы поехала, куда-то бы сходила. В общем, потратила бы бесцельно. Я думаю, на отдых с семьей, скорее всего. Потому что в обычные дни всегда не хватает времени, а с семьей приятно проводить время, особенно в новых местах где-нибудь. Наверное, на ребенка своего. Я думаю, что это важнее всего, потому что наше будущее. То есть сыном бы проводило все свободное время на его развитие. На работу. Потому что без работы никак. Куда без работы? Без денег, без всего. Заняться своим здоровьем. Это, ближайше всего, спорт. Заняться творчеством, если этого требует душа. У меня и так огромное количество свободного времени, потому что я пенсионерка. Я занимаюсь любимым делом. Трачу на свою семью, на внуков, на подруг. Ну и все. И на дачу. Ну, я живу хорошо. Мне нравится, как я трачу свое время. Ну, я живу хорошо.